Моя первая карьера. Добрый день. Уже добрый день. Уважаемые жюри, наша сегодняшняя аудитория. Мы сегодня выступаем в роли ведущих мастер-класса «Траматность в интернете». И поскольку я наставник, я у Тюкаева Екатерина Николаевна у нас, молодой специалист, молодой педагог. Мы представители разных поколений. И Катя ровесница моей дочери. И кажется, что мы люди вообще с разных планет. Поскольку мне, например, нравится общаться вживую, а им опосредованное общение через переписку в социальных сетях больше нравится. И, например, находясь в одной квартире дочери, она может присылать мне смс или какие-то фотографии из одной комнаты в другую. Но вот на работе, оказывается, это совсем не мешает. Потому что мы взаимно обогащаем друг друга. Но спросите, как? Катя очень быстро набирает смс-сообщения. Она активно использует ресурсы интернета. Она даже очень легко расплачивается за пиццу онлайн. Задала Лариса Павловна. Высто и легко можете ответить на многие вопросы по предмету, а также решить любую педагогическую ситуацию. А вот и ситуация. Поскольку мы сейчас тоже стараемся обучающимся общаться в социальных сетях по делу, то мои ученики не стесняются писать мне в ВКонтакте короткие сообщения без нарков припинания, сокращениями, да еще отправляют смайлики, эмодзи на всю страницу. И напишут еще в конце с ЭПСЭП. Какое небрежное отношение к языку. Анастасия Павловна, ну вы же понимаете смысл на этой смене? Понимаю, но иногда протестую. Я хочу спросить у присутствующих. Поднимите, пожалуйста, в инфекте, кто посещает социальные сети. Мы вас посчитаем. Немножко. Так, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, аудитория сетящая это перейти. Меньше, там более активно. Так, скажите, а следите ли вы за речью при общении с друзьями в социальных сетях? Если да, то поднимите, пожалуйста, руку. Суть, я не знаю. Все следят. Почти все следят. А сокращаете ли вы слова при написании смс-сообщений? Я бываю, конечно, сомненно. А есть кто, кто не следит? Вот пишет и пишет. Вот моя дочь не следит. И мне кажется, она это делает в ПИП. Ну, что ты читай? Я думаю, даже те, кто сейчас не подняли руку о том, что вы сокращаете слова, вы в любом случае понимаете смысл написанного. Вот, например, хочу обратиться в группе. Скажите, вы же понимаете, что значит СПЦ? Спасибо. Конечно. Сегодня. Сегодня. Можно добавлять. Можно. Д. Д. КПЦ. КПЦ. КОПЕ. Да, я согласна, что смысл этих слов не можно понять. Это активно используется. Но, к сожалению, в интернете теряются навыки письменной речи. Так как в интернете неудобны длинные слова, а очень важна скорость набора сообщений. Именно поэтому люди начали вводить сокращения, стараясь сохранить смысл и при этом пропуская областные. Скажите, пожалуйста, а часто ли вы используете смайлики и эмоции в общении социальных семянами? Да. Поднимите руку. Кто очень часто использует динамик? Динамик. Выше. Да? Динамик. Динамик. Видите? Ну, не только я не использую эмоции смайлики. Я думаю, что есть еще какие-то люди, которые этого не делают. Но это же так удобно, выражать свои эмоции с помощью эмоций. Даже есть такое приложение на телефоне «Эмоции Пушкин». Давайте выполним задание. Повернитесь к своему соседу слева, а теперь к соседу справа. Ну, шею мы разняли, а теперь выберите себе палку из зала, кто как сидит, для выполнения задания. Ну, а группа работает по три человека. Вам необходимо заменить эмоции конкретным словом. Ну, например, в палатах видят свою бабулю, старую, старую. А дальше, пожалуйста, за расстояние. У вас есть листочки и ручки. Напишите, пожалуйста, девочки. Плова, которые здесь заменены. Плова, которые здесь заменены. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Вдруг Филин выкрикнул длинную фразу, кот привстал и в услуге поползет пустын. Вариант А. Промнили. У нас есть сайт в центре планирования карьеры, у нас есть такой игровой сайт, на котором мы размещаем профориентационные игры, ну и другие, я имею в виду, тестовые задания. Но поскольку мы занимаем наш проект тоже направлен на то, чтобы повысить грамотность педагога в центре планирования карьеры, то мы составляем тематические тесты, или наоборот, в чем испытывают затруднения наши сотрудники, тесты направлены именно на это. Поэтому, конечно, тестов онлайн море, миллион, вы сами работаете с этим, но наш сайт позволяет составлять самостоятельные тесты, то есть то, что нам интересно и то, что нам нужно. Хочется сделать вывод. Способов повышения грамотности великое множество. Каждый выбирает то, что ему нравится. Возможно, кому-то стать грамотнее поможет приложение Эмодзи Пушкин, а кто-то обратится к другим ресурсам. Но все мы должны понимать, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения народов России и СНГ, одним из шести официальных рабочих языков ООН и других международных организаций. Из трех тысяч ныне действующих языков русский язык входит в группу 12 наиболее распространенных мировых языков, которые имеют в аудиторию свыше ста миллионов человек, и быть грамотным просто необходимо. Добрый день, уважаемые коллеги, члены жюри. Ну, это же такое начало нельзя сказать, что название, просто мы для себя взяли вот такую фразу с Иннеки учат в ГИП, мы учимся сами. И мы представляем вас в улице, я вам сказала, что Валентина Владимировна, и молодой педагог, начиная с его педагоги, сталкивается с различными проблемами, начиная от работы с родителями, с учениками, сейчас такие сложные родители, и недостаток профессиональной компетенции, различные проблемы. Мы хотели остановиться на одной из них и предложить некоторые пути решения этой проблемы. Но, возможно, ну, невозможно, а даже точно эти способы уже давно известны. Я так считаю, что молодой педагог должен, наверное, сначала освоить то, что предложено было ранее, опытом других коллег, но потом уже, наверное, как-то свое что-то изобретать. И для того, чтобы перейти вот к проблеме, о которой мы хотим сегодня поговорить, я предлагаю посмотреть небольшой такой проблем из известного, даровавшегося, если у нас получится. Как нам тут свернуть, подскажите, пожалуйста. Битва на Чудском озере вошла в историю под названием «Ленцовая побоище». На восходе солнца, заметив небольшой отряд русских педагог, шведские войска выступили в боевом порядке. Я думаю, что вот эта ситуация, как же я представлена была на ролике, наверное, известно, к каждому есть некая проблема. Вот сейчас я предлагаю участникам группы группы попробовать сформулировать, какая же проблема здесь возникла. Для этого я бы готовила анкету, анкету, в которой есть вопросы для учащихся, и вторая у меня будет анкета вопрос для учителя. Проанализировать данную анкету и попробовать сформулировать проблему. Вопросы анкеты, как вы видите, отражают настроение в учащихся на уровне. Как они смотрят на свою деятельность, что им интересно, могут удовлетворять их знания, что им нравится, что им нравится. Ну и вот здесь так представлена видеодиограмма. Количество показателей, как видите, на первом этапе вопрос, большинство очень много показателей, что их сложно могут, и на втором этапе вопросу занимаются своими делами. Большинство ответил, что однообразная работа, которые с учебными поступками. Ничего нового для себя не открывают. И задания уже связаны с личными вопросами. Уважаемые участники, смотрели вы абсолютно проблему. Да, кто у нас будет отвечать, я как будто дед Мороз без мешка отстаю. Какой приемчик небольшой предлагаю. Значит, у нас здесь есть юла со стрелкой. И, да, кто будет отвечать, определим таким нехитрым способом. Так, хорошо. Подвинут. Я, к сожалению, у меня другая юла, которую я использую для работы, но это не нашла. Так мне отвечать, да? Пропала. Да, пожалуйста. Значит, у нас вопросы для учащихся. Выделяем слова, отражающие твое настроение на уроке. Ну, мы имеем в виду вот тех детей, да? Мы видели, что девочка одна очень активно писала, но тем не менее общая такая скуха и отсутствие интереса мы обнаружили. Выражение, отражающее твою деятельность на уроке. Это учащиеся. Значит, у нас занимаюсь своими делами. То есть каждый туда одно, другое. Самое неинтересное на уроке. Но тут получилось у нас общеизвестные факты, монолог учителя. И удовлетворяет для тебя знания, приобретенные на уроке. Я ничего не понял, отметили. И мне известно то, что изучалось на уроке. Мне не нравится выполнять задания, если они неинтересны, которые можно выполнять по шаблону. Теперь вернемся давайте к проблеме. А проблема, ну, мы поняли, потеря интереса, да? Потеря интереса, нести мотивация. Да, нести мотивация, да? Кристина Александровна. Анализирует, да? Ответ учащихся. Проблема, да? Проблема мы еще сформулировали. Представленный, да, видеоролик, конечно же, у него есть проблема, как отсутствие мотивации учащихся к учебным деятельностям. Это естественно. Да, и ключевые слова, которые помогли нам увидеть, что такая проблема есть, это скука, да? Почему скука? Мне показалось, что здесь нет яркого образа, да? Бонатонный рассказ учителю, соответственно. Одиночество, нет групповой работы, да? Нет совместной деятельности, как следствие, одиночество. Далее, безразличие. Знание не связано с личным опытом, значит, не имеет практической деятельности. И четвертое, Владимир Владимировна, это однообразные виды работы, соответственно, ученикам неинтересно. Ну, такие ключевые слова, нехитрый, конечно, способ провести анкетирование. И мы увидели, что вот есть скука, безразличие, одиночество, есть линия мотивации. И чем заканчивается такой урок, несложно догадаться. Так, из кем я даже не могу, чтобы выйти. Так, и вот продолжение ролика. Я думаю, что, наверное, видели подобный сюжет. Войска выступили в боевом порядке. Эх, скукотище. Кому все это надо? Не другое побольше. Они выстроились, так называемой, свиней, еще по свиней каких-то. Вообще-то. Слушай, а давайте забыли в кожу, крыть, кнопку на стул положить. А она как сядет, как движет весь план. Боже, что будет. Да, ну, не тема. У меня есть кое-что покруче. Конечно, расстроить и что-то делать. У нас же большие потери. А когда же состоялась эта уникальная рыба? Нам поможет ответить Коржикова Найдер. Так когда же состоялась эта потрясающая битва, Найдер? 5 апреля 1922 года. Умница, Надя, садись в сезон. Кто это сделал? Ну, я думаю, что это еще терпимый такой итог урока. Могу поделиться к пуже. Так, и что же делать? Какие приемы здесь можно предложить? Вот мы несколько приемов попытаемся сейчас вам продемонстрировать. Первые, которые уже продемонстрировали, немножко не получилось из-за того, что у нас была такая неустойчивая. Но вот мы такой используем для работы в группах. Прием работы в группах, конечно, всем известен. Но почему мы используем юлоку Стина Александровна? Расскажем. Ну, конечно же, этот прием известен всем. Но зачастую в таких группах идет неверное распределение ролей. Как часто мы замечаем, что у нас в этих группах идет на контакт всего лишь один или два активных ученика. И остальные отсиживаются, если можно так сказать. Так в чем его суть? Внутри группы участники сами не определяют, кто будет озвучивать результат совместной деятельности. И нам помогает в этом юла. Юла, когда крутится, стрелочка указывает на спикера. То есть на того, на кого указывает стрелочка. Этот ученик делает вывод о каком-то задании, о какой-то проблеме. Ну, вот такой прием, который мы часто очень используем. Спасибо. Замечательно. И далее, чтобы идти к следующим приемам, мы опять используем прием анкетин, я уже говорила. И предлагаем анкету для учителя. Я, конечно, работаю, тоже здесь есть задание. К какому выводу можно прийти, анкетин учителя? Работайте, пожалуйста. Вопросы для учителя я приглашу такие. Как ученики реагируют на учителя? На какой преимущественный характер учебной деятельности? Цель? Какую ученики преследуют на уроке эмоциональные методы? И способы организации, как организовать детей на уроке? Уважаемые участники, давайте подведем итог. Какие? Какая трелесть. Так, у нас тут, по-прежнему, по-прежнему, по-часовой. Обычно тогда показывают куда-то в сторону, и непонятно, по-часовой стрелке. Ну, у нас вина такая, как в штуке крота, вот со стрелкой. Ну, вот, к сожалению, сегодня не удалось ее чем-то внести. Чай не вина. Так, ну, пожалуйста, какие здесь выводы можно сделать, а если вам нету учителя? Уже говорите. Как ученики реагируют на учителя? Нам кажется, что равнодушно. Есть и пароль. Мы решили, что равнодушно. То есть они не обращают на ее вообще никакого внимания. Тут еще есть, не обращают внимания на замечания учителя, но там не заметили там замечания как такового. Какой преимущественный характер учебной деятельности? Естественно, репродуктивный, то есть учитель просто объясняет, но каких-то действий при этом нет. От учеников не требуется, кроме как слушать. Моя цель на уроке для данного учителя, для данного учителя же даже не предложат. Выдать весь запланированный объем учебного материала. То есть здесь идет речь о том, что просто рассказать. И все. Получается, что навыков очень мало, опыта не хватает, недостаточно. И вообще это тоже свидетельствует подробно. Ну и вот следующий прием, который я хотела бы предложить, вот мы с Кристиной Александровной Патроновичем, для того, чтобы помысить уровень мотивации учебной деятельности. Тоже ничего нового здесь нет. Но приемы назвали универсальное видео. Конечно, использование ГАДЭ технологии, это повсеместное. Такой прием, да, он всегда используется. Но мы немножко в другом ключе здесь будем говорить. Так, и видео мы взяли вот такое. Ранее потери сельскохозяйственных денег компенсировали за счет вырубки лесок, что в свою очередь способствовало отмерению лет, деградации и почек, то теперь уже практически нечего вырубывать. При сохранении современных степлов мировой лет будет снищтожен с его заветом. Каждый год исчезает 13 миллионов и вторых лет. Это равняется площади Греции. В 1980-х по 2000-х годах 80% сельскохозяйственных производителей появились на месте вырубленных фрагическим лесом в очереди 1 миллион 300 тысяч квадратных километров. Самые производительные поставщики кислорода, фрагические леса Азии, уничтожены на 70%. Амазонии на 60%. Южной Азии на 88%. 50 лет назад фрагические леса покрывали 14% суши. В настоящий момент лишь около 6%. В середине 21-го века тропические леса полностью исчезли. Ну, как вы, наверное, заметили, данное видео имеет глубокую нравственную нападность и позволяет рассуждать и вообще вести разговоры о разных проблемах, насущных, актуальных проблемах. И вот сейчас я предлагаю в группе подумать, как можно данное видео использовать на разных предметах. Ну, например, на русском языке, на математике, на физике, скажем так, окружающий мир и вот история. Этот прием является не по предметам, как я уже сказала, что на разных предметах можно обсуждать. И таким образом развивается и социальная компетенция учащихся, и личностная, и коммуникативная. Ну, вот попробуйте сейчас рассмотреть, что у нас получилось. Сложно. Давайте попробуем на уроке русского языка. Я думаю, это самое, наверное, простое. На русском языке можно использовать в качестве, да, что вы видите, содержит проблему уничтожения мирового детства, заблуждения окружающей среды. А о проблематике мы говорим, когда готовим детей к сочинению в чаще цели на свой класс. Надеем, я могу сказать, что здесь там не могу. Так, на математике. Так, задачка у нас. Так, что-то запишите хоть немножко. Так, озвучить. Вы составили задачу, да? Каждый год вырубают 13 тысяч, лисичка берёт га леса. Сколько га леса вырубает через 15 лет? Да, заставили задачу. Сосвучить окружающий метод. Проблемы экологии. Да, о проблемах экологии, да, о том, что вырубка леса может привести к астропическим последствиям, да? Альтернативные источники. Замечательно. Так, история. Куда движется человечество? Глобальные тоже вопросы, да? Исторические факты здесь можно говорить. Но мы с вами видим, что получилось у нас в итоге. Что получилось? Получился, конечно, у нас власти, да? Тоже всем известный приём. В центре мы располагаем основное понятие по сторонам ассоциаций к данному понятию, что позволяет систематизировать информацию и планировать... Прошу прощения. Да. Смузыка. Они ручки, а то есть, а то есть, да, между понятиями. Мы уже подумали, как бы можно использовать, заранее подготовились. Ну и, кроме того, ещё здесь, вот мы уже сказали, о трёх приёмах, да, тут продемонстрировали, вот пара работа и ЮЛА, такой наш, такая задумка, я нигде такого, по крайней мере, не видела. Дальше это классности, да, сказали, видео приём. Ну и ещё один приём. Да, это обор на личный опыт. Участие всё то, что позволяет сделать их равноправными участниками образовательного процесса, сформировалось к нему ценностное отношение, актуализировать уже имеющиеся знания, чтобы обеспечить процессы познания нового и саморазвития личности. Таким образом, учитель перестаёт быть просто транслятором знаний, да, а он становится движущей силой, чтобы активизировать мыслительные процессы. Ну и все приёмы, на мой взгляд, можно использовать в совокупности, да, и можно, главное, то, что возникает яркий образ, если мы будем вот так заинтересованно подходить к этому, то, наверное, всегда увидим на лицах ребята такие радостные выражения. И все приёмы, тесная взаимосвязь, как я уже сказала, представляют разные подходы к организации учебного процесса. Это и форма представления, яркий образ, это форма организации процесса групповой работы, опора на личный опыт, здесь мы используем технологию деятельностного подхода, и, конечно, без и комплекта, и как этих наукных, там, облицах, ингенция. Ещё раз хочу акцентировать внимание, что то, что мы сегодня показали, это и не ноу-хау, это не новое, а для того, чтобы учителю как-то расти, нужно сначала, наверное, освоить то, что уже имеется в практике. Ну и завершить мы хотели реплексии. Мы предлагаем такой момент. Насколько вам показался интересный этот материал, как мы его предложили. Так. Чемодан. 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 Материал полезный. И будем применять в корзинах. Материал полезный, но по необходимости. И мясорубкой нужно всё-таки доработать ещё как-то. Ваше мнение. Я пошла. Спасибо. Спасибо большое, коллеги, за поддержку. Спасибо. Чемодан. Спасибо.